Всем здорово, дорогие друзья, с вами, как всегда, Ник. Продолжаем играть с вами в различные Android-игрушки и возвращаемся в Mortal Kombat Mobile проходить башню холодной войны. Сегодня мы, по сути, должны, ну, по идее, дойти с вами до боссов 60-х. Ну, не 60-х, а на 60-м уровне. И, возможно, как раз-таки там будет Шан Сунг с ракетами первой, но я точно не помню. Может быть, я путаю, он был на 80-м или вообще на 100-м бою, поэтому увидим, увидим, когда идем. Ну, а пока, в принципе, у нас впереди целых 14 боев просто с обычными командами противников, ничем особо не примечательными. Поэтому пока чисто, знаете, так, чилим, разминаемся, пытаемся выбить снарягу какую-нибудь прикольную. Так что тут, в принципе, изи должно быть. Итак, первая награда какая у нас будет? Мне повезет? Нет, мне не повезет. 1200 монет, окей. Так, следующий бой, Великий Мастер, Триборг и Криоманд. Окей. Ну, Великий Мастер неприятно, Триборг тоже не особо приятно, но... Я не думаю, что возникнут какие-то проблемы с прохождением. Ага, тут еще и ограничения на погодную войну, видимо. Ну, не погодную войну, а ветра Арктики или как там они называются. Вроде ветра Арктики. Сейчас, скорее всего, меня подморозит уже, а не не успело. Окей. Я думал, сейчас будет заморозка из-за того, что там челик воскрешался, да и я потом еще в блоке простоял достаточно долго. Но нет, все-таки не успела сработать пассивка. Это радует, что она срабатывает, ну, поздно достаточно. Это значит, что если такая пассивка будет на боссах, нам, мы сможем в начале матча вливать какое-то более-менее адекватное количество урона. Причем на нас начнут накладывать всякие неприятные эффекты. Я все еще, конечно, боюсь битвы именно с Шансунгом, с ракетами, который самый жесткий. Не помню точно, в каком бою они будут, но, типа, Моу у нас там может реально пригореть. Потому что Таню нельзя использовать, ломать снаряжение в виде ракет теперь тоже нельзя. И, соответственно, все должно быть гораздо сложнее в этом плане. Я думаю, мы справимся, конечно, так или иначе. Че-нибудь допридумаем, но первые попытки, я чувствую, будут самыми жопоразрывающими в этом плане. Так, ну пока с дропом не особо везет, не фартит. Но нам, в принципе, не критично. Конечно, было бы неплохо выбить Эпик или синюю карточку. Но самая главная награда, конечно, это Эпик за 200-й бой, соответственно, алмазный перс. У нас 50 на 50, то есть 50% шанс, что мы выбьем повторную алмазку, которая у нас уже есть. И 50%, что я выбью, как сказать-то, то, что у меня уже имеется. Точнее, то, что у меня имеется, это 50% и еще то, что я выбью либо с Абзиро, либо с Карлетт, это еще 50%. То есть, можно как и прогореть в этом плане, так и нормально получить слияние. Либо 10-е слияние на Саб-Зиро, Холодной войны, что даст мне фулл-отряд Холодной войны стартовый, то есть Скорпион, Соня и Саб-Зиро. Либо выбить какое-нибудь, я не знаю, там, слияние на Скарлетт. Но Скарлетт еще много надо слияний, чтобы докачать ее до десятки. Так что на это я бы особо не рассчитывал, конечно. Было бы неплохо, если бы они еще добавили возможность выпадения какой-нибудь там алмазной карточки за обычный бой. Но это было бы, конечно, слишком жирно. Ну, сделали бы, я не знаю, мизерный шанс выпадения, допустим, такой же шанс, как у Эпика. И было бы неплохо. Потому что, вот, допустим, те люди, у которых, как сказать, прокачано, допустим, фулл-отряд Холодной войны, то есть на десятое слияние и Скарлетт, и Соня, и Саб-Зиро, и Скорпион, то им проходить эту башню чисто ради Эпика только. А так был бы еще шанс залутать кого-нибудь рандомного алмазного перса. Было бы, мне кажется, гораздо лучше в этом плане. Ну, возможно, разработчики введут возможность получения какой-нибудь крутой награды уже в последующих башнях каких-нибудь новых. Может, реально будет дропаться алмазный перс с мизерным шансом. Посмотрим, так или иначе. Так, это у нас диво... О, кстати, 30 душ неплохо, и плюс монеты. Монеты мне тоже пригодятся, чтобы, как это сказать, пропускать испытание новое, которое сейчас вышло, там, по-моему, на Ханзу, если я не ошибаюсь, испытание. На Скорпиона в образе Ханзу Хазаши, когда он еще был при жизни. Да и после, на самом деле, тоже. Он же не только появлялся при жизни, как Ханзу Хазаши, там он еще и фигурировал в сюжете Мортал Комбата в своем таком облике Ханзу. Правда, там было прям перемещение во времени, вот это вот, и все в таком плане, но все равно. Вообще, это было прикольно увидеть именно Ханзу Хазаши, то есть в его настоящем виде. Не в облике Скорпиона, а именно вот в этом образе. Точно так же, как и было прикольно увидеть, там, в 10-м Мортал Комбате, Саб-Зиро без маски. Хотя Саб-Зиро без маски, вроде бы, в отличие от Скорпиона, появлялся вроде и раньше. Интересно, будет она использовать свой первый спецприм? Ну, конечно. Я хотя бы успел блок поставить, из-за того, что она очень медленно накапливала силу. Птички за окном. А я сижу, играю в Мартуху, попиваю кофеек, все кайфово. Так, у нас первые пять боев уже завершены или еще нет? А, мы уже обновили башню, что ли? Я даже не заметил этого. Можно хотя бы поболтать какие-нибудь, знаете, на немного отвлеченные темы тоже во время боев тоже помогает скрасить прохождение. Потому что, ну, ты бьешь, по сути, слабеньких пока персов, и никакого интереса не возникает сражаться с ними. Ты просто, знаете, проходишь вот бой за боем, бой за боем, как и на автомате. А так хотя бы, когда я общаюсь с вами, хоть немного повеселее. Одному было бы с башней проходить гораздо скучнее. Я, когда, кстати, играю башню вне записи, я даже иногда на автобой ставлю, там, на первые, не знаю, там, 160-150 боев, да? То есть, пока не пойдут слишком жесткие противники, с которыми бот может уже не справиться. Ну, и боссов иногда еще сам отыгрывай, начиная, там, я не знаю, с 80-го, с 100-го боя. Или если это обычная башня, там, со 120-го, 140-го. Ох, давно я не играл. Вот у меня как был Нуб Сайба, там, по-моему, на пятом или на шестом слиянии, он у меня таки остался, потому что я давно не играл в режим Выживший, в Мартухе. Хотя надо бы, я все думаю, вот надо хотя бы, там, я не знаю, 2-3-4 сезона подряд, как бы, набить очков на чемпионах хотя бы, чтобы, возможно, одно слияние получить на Нуба Сайба, то есть повезет. Ну, блин, все время, вот не хватает времени, вот просто не хватает, и все, вот. Раньше, я помню же, каждый сезон Войн Фракции набивал чемпиона, проходил все испытания, каждый день проходил все ежедневные квесты и ставил чуваков на задания каждый день, по 2, по 3, иногда даже почасовыми занимался. Ну, часовыми я не так часто занимался, только когда мне нужно было крутить какой-то определенный пак и нужно было добить какое-то количество душ. Ну, раньше, конечно, Мартуху тратил куда больше времени, чем сейчас, а сейчас я только успеваю, что вот на самом деле в этом виноваты отчасти не только моя загруженность, но еще и башни сами. Потому что они стали постоянно выпускать башни, нету в основном дней, когда башен нету. Ну, то есть есть, но они там по 3, по 4, по недельке там бывают времени без башен. По 3, по 4 дня имею в виду. И, как бы, этого времени обычно не хватает, чтобы вернуться в ритм и начать проходить там, опять же, вот это. А когда башня появляется, все, уже снова нет времени, только и хватает времени, чтобы проходить башню. Потому что, по сути, если вот, допустим, проходят 2 башни, да, в день, новые какие-то там, легкие, фатальные, то ты трачишь, грубо говоря, просто в день где-то от 1, от 1,5 до 2 часов только на прохождение башен. А раньше эти 1,5-2 часа ты мог бы использовать просто, чтобы и миссии ежедневные выполнить, и при этом еще, допустим, режим войн фракций, выжившим, пройти. То есть выжившим там 1 раз сыграть в день или 2 раза, это 15-30 минут, грубо говоря. Потому что там тоже 15 боев, как и здесь, за одну башню при одном обновлении. И при этом, как бы, хватало 3 раза сыграть на боге по 15 боев, чтобы нафармить себе за сезон. То есть раз в день играешь по 15-30 минут, и все, у тебя есть чемпион. А сейчас же ты просто каждый день тратишь вот те же 1,5-2 часа просто на прохождение башни. Сейчас, конечно, одна башня, и уже не так много времени уходит. То есть примерно где-то 30-40 минут уходит в день. Опять же, это вот как раз те 30-40 минут, которые ты тратишь для прохождения выжившего. Плюс там выполнение ежедневных заданий. Да и раньше, вроде бы, попыток можно было тратить меньше в день, если я не ошибаюсь. Не 15 боев, а там, по-моему, по 3 попытки было, и можно было откатывать башню еще 2 или 3 раза. Задушием. То есть раньше и времени на башни меньше уходило. И самих башен было меньше, и не были, так сказать, нововведения в некотором плане. Так, что у нас там дальше? О, 30-ка душ, нормалек, зашибись. Это уже неплохо. Кто у нас следующий? Скарли Холодной Войны пронизывающий. О, алмазки пошли 10-го. Нормальная тема. Хотя нам вроде алмазки и раньше встречались, но просто я что-то не обратил на это особо внимания. Там вроде бы Джакс был алмазный, да? И может быть кто-то еще, может кого-то еще и не запомнил. А, Мелина была точно. Мелина хищная. Ну, я что-то не обратил на это внимания, вот на Скарлетт прям акцентировал. Ну, у нас, в принципе, 4 боя до боссов, и дальше можно будет тоже навалять им. Либо же они наваляют мне одну из двух, как бы. Все-таки это, как ни крути, фатальная башня. Но не фатальная, она как бы не имеет просто обычной башни. Тут только сложный вариант есть. Давай не выпендривайся, Коттель. Все знают, что ты, по сути, никто. Давай следующего. Ну, конечно, опять монеты. Меня устраивает все, кроме монет. То есть, ну, ладно, ладно, не все это. Я сейчас зря сказал, а то мне сейчас начнут давать еще какие-нибудь карты прокачки спецприемов для бронзовых и серебряных персов. Меня устраивает любые души, которые я получаю с башен. С этой башни, точнее. И, соответственно, карты снаряжения редкие и эпические. О, потеря баланса с Шан Сунгом, кстати. То есть, души в любом виде, не знаю. Там, от карт даже зеленого снаряжения, от карт персонажей, обычных испытаний. Соответственно, меня устраивает души еще от... Просто, когда они выпадают. И, соответственно, что еще там? А, ну все, больше вроде бы души никаким образом не сыпятся. И, в остальном, как бы, мне нужны больше всего, больше, чем души, конечно. Это карточки снаряжения редкого и эпического от этой башни. Это ради именно этого мы вообще и проходим эту башню. Ну и ради перса, конечно, алмазного с Холодной войны. Но ради перса алмазного это уже косвенная задача, как бы. Это не основная задача. Основная, конечно же, добыть снаряжение для персов. У меня, конечно, есть все снаряжения из этой башни. Но они не прокаченные. То есть, они низких слияний. А мне хотелось бы все-таки как-то прокачать их. Те же ракеты поднять на максимум было бы неплохо. Вряд ли я, конечно, смогу их поднять на максимум за время существования этой башни. Если только эпики начнут сыпаться. С обычных боев, как и с пулемета. Но хотя бы еще там одно-два слияния поднять на ракеты было бы неплохо. Если одно слияние на ракеты подниму, уже буду рад. Вообще, пока особо с дропом не везет. Ни одной редкой карточки за 60 боев. Ни одной эпической карточки за 60 боев. Падают в основном только души и ничего более. То есть, я вообще не прокачиваю свою коллекцию с этой башни. Именно снаряжение башни Холодной войны. Но я все-таки надеюсь, что мне хотя бы за промежуток хоть что-то дропнется. Хотя бы синяя какая-то карточка. Потому что это вообще какой-то там... Если чисто я только получу 1-2 эпика за 200-й бой, это будет, конечно... Точнее, не 1-2, а 2-3. То есть, два раза башню, я думаю, я точно пройти успею. Если, конечно, опять же, мы на боссах не встрянем там на несколько дней, что очень сильно нас подкосит в этом плане. Но я все же надеюсь, что эпики мне помогут справиться с даже самыми жесткими боссами. Минус перезапуска башен как раз в том, что они обычно вываливают только... Либо фатальную башню, а если вываливают и обычную, и фатальную башню. Но фатальную башню они запускают ненадолго. То есть, дней на 20, иногда вообще на 2 недели только. То есть, на 15, на 14 дней иногда, бывает, запускают башни. Либо вообще могут на 10 дней, как это было с башней ужаса и с башней кошмаров вроде бы. Поэтому такой себе. Ты тупо не успеваешь ничего нафармить. В лучшем случае ты получишь там 1 эпик, а в худшем ты вообще ничего не получишь, если это какая-нибудь башня ужаса, и там вообще нету гарантированных наград в виде эпиков. Я вот... Делали перезапуск башни ужаса, я просто ничего с нее не поднял. Да, мне выпало там 2 редкие карточки. 2 слияния на те имеющиеся, которые карты у меня уже были, но при этом я и не прокачал ни редкую, ни одну, ни... А вот и Шансунг, кстати. Да, видимо, на 60-м бою был Шансунг с ракетами. Если я не ошибаюсь, здесь уже 3 алмазных перса у нас в противниках. Давайте посмотрим. Ледяные кинжалы, телогрейка, генеральские перчатки. Неплохо это под здоровье будет бафаться, но в атаке слабоват. Нет, смотрите, Шансунг здесь без ракет. Это уже радует. И здесь у нас получается 3-им Скарлетт с своей родной эпической снарягой. То есть она будет жирная. И нету никаких дополнительных модификаторов, что радует. Значит, мы пройдем этот бой без трудностей и, скорее всего, с первой же попытки. Мне почему-то казалось, что здесь должен быть Шансунг с ракетами. Но почему-то нет. Ракет я не увидел у него. У нас даже в некотором роде снаряжение просто на персах стоит сильнее, чем на противниках. Поэтому мы должны пройти этот бой без особых трудностей. И достаточно быстро. Саб, конечно, жирноват. Да и Скарлетт не промах. Плюс они как бы из Холодной Войны оба. И бафают друг друга. Но я думаю, максимум 2 спецприема первых. Он переживет не более того. А может вообще от одного отвалится? Сейчас как раз проверим. У него же еще эта броня сработает, когда критический уровень здоровья станет от Скарлетт. Или она только на Скарлетт работает? О, отлично. Я его добил буквально через одно комбо после... Ну, с Шансунгом проблем быть вообще не должно. Он тоненький. Да. У него такое себе снаряжение стоит. А, это не Скарлетт Холодной Войны. Это Скарлетт Ассасина. Мне почему-то показалось, что это Скарлетт Холодной Войны. Вот тогда еще проще. Я думаю, что щит не сработал у Саб-Зиро? Вот этот вот, который Скарлетт дает. Оказывается, это просто не та Скарлетт. Ну, ладно. В принципе, изи-бризи никаких сложностей не возникло с боем. И мы с вами побеждаем. Давайте получим нашего перса или снарягу. Там, 10 или 30 душ, грубо говоря. 30 душ. Такое себе, конечно. Ну, и будем ждать вечерних попыток. Вечером будем просто отыгрывать обычные бои. Молиться на то, чтобы выпал эпик или редкая карточка. Боссов сегодня вечером не будет. Да и, в принципе, я выпущу сегодняшнее вечернее видео уже завтра. Потому что я выпускаю по 2 видео примерно в день. Либо иногда 4 в 2 дня. То есть, в зависимости от того, успеваю ли их залить и обработать вот сейчас или нет. Потому что сейчас уже середина дня. Если они успеют обработаться Ютубом к вечеру, то, естественно, это видео вы уже увидите вечером. Потому что мне надо вот сейчас середина дня. Мне надо сначала скопировать их на комп, обработать. Потом залить на Ютуб. Потом подождать, пока Ютуб обработает. Сделать превьюшки. И только потом я смогу выложить эти видосы. В общем-то, на этом буду пока заканчивать. Вам огромное спасибо за просмотр. Увидимся уже, скорее всего, завтра. Да? Так как я постараюсь каждый день выкладывать по 2 видео по башне. Опять же, если успевать буду. А на этом всем большое спасибо. Всем пока. Так или иначе, все эти видео вы увидите достаточно скоро. На этом все. Пока-пока.